МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Через пару минут, а сейчас о других важных событиях этого дня. Отрезаны от мира. Почту даже сказали, вы уже все, снесены. Из-за стройки людям приходится лавировать над пропастью. Как уехать? Вот получилась такая прореха, которая никем не предусмотрена. Программа переселения с Норильска буксует. 60 домов со столетней истории могут снести. Нельзя дальше глумиться над историей своего города. Красноярск готовится к универсиаде. На Красноярск обружится штормовой ветер. Как обещают синоптики, ночью над городом пройдет холодный фронт. Правда, похолодает не сильно, но произойдет резкий перепад давления, что и вызовет сильный ветер до 25-27 метров в секунду. Ветер будет и завтра днем. Кстати, эта ситуация повторится и в выходные. В субботу вновь потеплеет до плюс 18, а в ночь на воскресенье опять похолодает, и ветер снова усилится до 24 метров в секунду. В таких случаях не следует подходить близко к плохо закрепленным конструкциям и не парковать машины под деревьями. Напоминаю вам телефон экстренных служб 101. Вот такими рядами выстроились грузовики на объездной дороге Красноярска неподалеку от деревни Старцево. Владельцы фур требуют полной отмены системы Платон. С 15 апреля тариф на проезд по федеральным трассам должен вырасти почти до 2 рублей. Но водители большегрузов платить не намерены. Как забастовки могут отразиться на красноярцах, расскажет Антон Шевчук. За Платон не плачу и не собираюсь платить. Пусть меня ласты завернут, посадят, но я платить не буду. И так решительно здесь настроены все эти люди. Сейчас на стоянке около 30 грузовиков. К акции протеста в Красноярске присоединились новосибирцы, чутинцы, дагестанцы. Есть даже водители с Владивостока. И машины продолжают приезжать. Не хотят дороги строить, а хотят денег больше заработать. Из кого? Которые как бы мы зарабатываем. Я уж не знаю, но я лично денег больших не вижу. Вот она, своя фура уже 2 года. Я просто работаю на запчасти. Уже второй день многие водители большегрузов стоят на приколе и не выходят в рейсы. По словам собравшихся, у нас в городе акция еще не самая массовая. Волна протеста прокатилась по всей России. И больше половины всех дальнобойщиков страны отказываются от работы. Говорят, стоят будут, пока Платон не отменят. 5600 километров. 5600 и нажаем на 1,95? 1,95, да, у нас. Я даже не знаю, я не интересуюсь, что это неинтересно. 11 тысяч я должен отдать с рейс. Насколько это ударят по карману? Мне, как бы мы все водители не будем со своего кармана. Мы будем брать это с грузовладельцев. С предприятий, которые делают там, ну, с заводов, с этого. То бишь ударят не нам по карману, ударят всему населению России. Грузовики превратились в дома на колесах. Многие уже несколько дней ночуют в кабинах. Здесь вот у нас продукты питания с собой возим. Так, сами готовим. Кастрюльки, кофе. Тушенки. Вы здесь уже сколько находите? Боширак. Ну, второй день. Продукты еще не кончились? Кофе нет, еще не кончились. У нас кафе под водой. Протестующие уверены, что скоро их услышат. Так, как цены на перевозки уже начинают расти. Соответственно, подорожают и товары. А между тем, к забастовке присоединяется все больше людей. Красавец в городе плавона! Красавец в городе плавона! Антон Шевчук, Михаил Ткачук. Афонтова. Новости. Контракт на отлов собак с фондом «Белка и Стрелка» могут расторгнуть. Об этом новостям Афонтова рассказала исполнительный директор фонда Ирина Лубенец. Решение будет приниматься через месяц. Дело в том, что по контракту нужно усыпить 700 беспризорных животных. А в фонде такую процедуру не делают. Напомню, контракт по отлову бродячих животных мэрия заключила с фондом «Белка и Стрелка» после того, как расторгла аналогичный контракт с частным предпринимателем Виктором Версяцкосом. А у нас эксеназии как таковой нет. Поэтому там же строго мы должны придерживаться условий контракта. Вот как мы 300 голов выполним контракт стерилизации, а здесь я не знаю даже, как это будет, скорее всего, будет. Ну, я не знаю, они так говорят, что, скорее всего, будет контракт рассогнут, и другой будет выставляться. Вот так, утопая в грязи, добираются домой жители Николаевки. Люди из дюжины домов рядом со стройкой развязки на Волочаевской остались без дороги к дому. А чтобы дойти до колонки, приходится лавировать по узкой тропинке над пропастью котлована. Никаких ограждений у огромной ямы нет. Подробности в репортаже моих коллег Клавдий Стермахович и Алексея Егорова. Другой обуви просто нету. Либо одевают пакеты салфановые. О модном тренде этой весны в Николаевке рассказывает Виктор Олейшин. Местную грязь преодолеть можно только на внедорожнике или пешком. Мы писали коллективные заявления, чтобы нам предоставили пропуска. Но нам отказали, дали только пропуска школе и насосной станции. А нам сказали, вот единственная дорога, по которой ездите. Как на острове из-за строительства 4-го моста оказались 12 домов. Теперь их жители даже не знают, кому жаловаться за месяц активной стройки. Их отрезали от большой земли. Они, как и все утопающие, спасают себя сами. Это вот у нас дорога. Вот такая у нас дорога. Вот, смотрите. Да это не дорога, это уже... Тропинка, тропинка. Освещения вообще никакого нет. Все столбы убрали. Сын вот ходит вот мимо заборов вверх туда, чтобы добраться до политеха. И вот начали, и теперь вот что-то сегодня, вообще, с ночи уже все начали работать. Такси уже сейчас туда не едут. Все. Кто сюда поедет? Как носить продукты? Скорая не придет, сюда не проедет. Вот вы сами ходили, видели. Пожарная нет, милиция нет. Почту даже сказали, вы уже все, снесены. Мы грязи, тут в болоте живем, никто к нам не носит. И нам никто почту не носит. Зато люди носят воду с колонки домой. Каждый день 3-4 рейса на попить и постираться по узкой тропинке. Вы посмотрите, как тут глубоко. Крудорий, который является заказчиком строительства, оставшиеся жители этого участка Николаевки, по-человечески понимают и предлагают несколько вариантов решения проблемы. Первый вариант – это проводить переговоры и требовать от подрядчика возмещения всего того урона, который причинен, будь то жилым домам, будь то дороге и так далее. Путь второй – воздействовать на подрядчика через нас, как заказчиков. То есть писать к нам обращение и так далее. Мы, к слову, все жалобы, которые приходят к нам оттуда, они все рассматриваются. И третий путь – обратиться в прокуратуру, чтобы она проверила действия подрядной организации. А до того жители продолжают существовать на стройплощадке. Это единственная дорога, которая осталась с местным жителем. Но по улице Дачной проедет далеко не каждая машина. Вот эта десятка, которую сейчас пытаются эвакуировать, простояла здесь полтора часа. В машине находился грудной ребенок. Официально проезд по Дачной закрыт. Запрещающие знаки установлены на улице Локомотивной. Но идущие по навигатору автомобилисты их не замечают и срезают по четвертому мосту. И попадают в западню. Дорога заканчивается обрывом. Кто не знает, они привыкли как бы ездить. Посмотрели – ах, хорошо, поехали. А тут раз и нет. Клавдия Стримахович, Алексей Егоров, Афонтова новости. 400 семей из Норильска, скорее всего, так и останутся жить в северном городе. Федерация перестала финансировать программу переселения. Документы о выделении денег в 2010 году подписывал лично Владимир Путин во время визита в Норильск. Но время прошло и средства истякли. Из-за этого сотни норильчан не могут покинуть северный город, как планировали. Виталий Пляков с подробностями. Наталья Норильчанка во втором поколении. Родилась и выросла, работала и родила дочь в северном городе. Два года назад переехала, как говорят, на большую землю в Красноярск по программе переселения. Норильск для нее любимая малая родина. Несмотря на ужасную экологию, суровый заполярный климат, отсутствие нормального транспортного сообщения. Получила от государства миллион семьсот тысяч рублей на покупку новой квартиры. Не так уж много для решения жилищной проблемы, но все же деньги не лишние. Мы уехали два человека, семья у нас, я и супруг. Мы смогли на те деньги, которые нам выделили, отработав 37 лет в городе Норильске, приобрести с добавлением своего капитала однокомнатную студию. Правда, в Покровке, современные дома, но вторичное жилье. Переселять норильчан стали в 90-е годы. Обеспечивать жителей, особенно пенсионеров, там очень дорого. Дешевле перевести на материк. К тому же, людям пожилого возраста жить лучше на юге. Заслуженный отдых и Норильск понятия прямо противоположные. К примеру, сегодня в Красноярске было до плюс 18, а в Норильске метель и минус 5. Самая масштабная программа переселения была принята в 2010-м. Четырехстороннее соглашение подписали премьер-министр Путин, губернатор Кузнецов, мэр Норильска и руководитель компании Норникель. До 2015-го все шло как по маслу. Стороны выделяли около 2 миллиардов рублей на переселение ежегодно. Но затем исполнитель со стороны Федерации, Министерство экономического развития России, было упразднено, и денег из Москвы стало поступать меньше. В этом году финансирование и вовсе не предусмотрено. В правительстве лишь разводят руками. Это должно быть Министерство строительства и ЖКХ, но на сегодняшний день они пока не видят у себя в бюджете этих денег. И, соответственно, конечно, сейчас вот получилась такая, ну, будем, прореха, которая вот никем не предусмотрена. Остальные стороны, подписавшие соглашение с Путиным, деньги выделяют стабильно. Но программа переселения без 800 миллионов рублей из Москвы – это 400 человек, которые планировали уехать, но не смогли. И так каждый год. Депутаты решили напомнить правительству России о подписанных договоренностях. Они просят губернатора Толоконского обратиться напрямую к Дмитрию Медведеву. Эта проблема уже звучит как номер один. То есть очень много пенсионеров, которые рассчитывали, переехать с севера – это непростой процесс, это надо все спланировать там вплоть до контейнеров и там всех остальных вещей, решить вопрос на материке. И когда человек вдруг начинает там свои планы менять, ну, соответственно, можно понять, какого рода проблемы возникают. Совместная программа государства и Норникеля рассчитана до 2020 года. Если федеральное правительство и дальше будет не исполнять свои обязательства, то более трех тысяч семей не смогут покинуть Норильский дудинку. Виталий Поляков, Михаил Масленников, Афонтова новости. Краском неэффективно используют городские сети. К такому выводу пришли депутаты и созвали чиновников и руководителей коммунальной компании на первые в истории горсовета депутатские слушания. Они обвинили Краском в том, что компания вкладывает в содержание сети слишком мало денег. Напомню, что эта компания 10 лет назад взяла в аренду городские коммунальные сети. Она поставляет по ним холодную и горячую воду, занимается водоотводом и собирает с населения деньги. Взамен платит в городской бюджет 130 миллионов рублей аренды и обязана содержать сети в исправном состоянии. На этот счет у депутатов появились претензии. По договору за 49 лет Краском должен инвестировать в сети 49 миллиардов рублей, то есть по миллиарду в год. По факту за 10 лет вложено менее 3 миллиардов. Компанию также обвинили и в выводе денег, и в создании искусственных затрат, которые влияют на тариф для населения. В итоге депутаты решили внести изменения в договор аренды и прописать сроки и суммы инвестиций. А если этот пункт будет нарушен, разорвать договор с Краскомом. Это крайняя мера. И, конечно же, мы будем искать пути решения вопроса, чтобы как можно меньше потерь было в этом отношении. Но все зависит от арендатора, насколько он пойдет на уступки. Но судя по тому, что компания СГК на сегодняшний день не слишком идет на уступки, и даже главе города сложно договариваться с этой компанией, то я не могу сейчас ничто комментировать по этому поводу. Совершенно точно требуется в договоре прописывать обязательства арендатора по содержанию муниципального имущества и муниципальных сетей. Именно поэтому мы в таких жестких формулках и действовали. Представители Краскома напомнили депутатам, что несколько месяцев назад у предприятия сменился собственник. Теперь большей частью компании опосредованно владеет сибирская генерирующая компания. Сейчас новый собственник пересматривает инвест-программу. Мы практически в шесть раз увеличиваем объем финансирования по всем направлениям. Это и капитальный ремонт, до 400 миллионов повышаем эту планку, и объем инвестиций по инвестиционной программе, порядка 300 миллионов рублей еще плюсом. Это все пойдет в зачет исполнения инвестиционных обязательств. Вот эти дома напротив стадиона «Локомотив» уже расселены и скоро их снесут. В целом до универсиады демонтируют больше 60 зданий, хотя многие из них со столетней истории. Чиновники пока не готовы сказать, какие именно дома сравняют с землей, но Дмитрий Пименов пообщался с жителями исторического центра и узнал несколько адресов. Давайте посмотрим его репортаж. А когда вы съезжаете? Все уже съезжали. Все уже съезжали, потому что никто не живет здесь. Олег – последний из жителей 30-го дома по улице Перенсона. На днях получил ключи от новой квартиры в Покровском. Через месяц двухэтажные здания предвоенной постройки снесут, как и соседний, более старый дореволюционный дом с резными наличниками и каменным подвалом. Его уже пытались поджечь. Сейчас он явно не подлежит восстановлению. Скорее всего, под бульдозер пойдет и остальная застройка в районе Перенсона и Марковского. Перед универсиадой мэрия решила очистить центр от ветхих бараков. Под снос идут и образцы исторической застройки. Краеведы после таких известий в себя прийти не могут. Ни в коем случае нельзя дальше глумиться над историей своего города. Каждый человек, который вырос и живет в своем городе, должен любить свой город. Не только современный город, но и свое прошлое. Знать свое прошлое. Дома будут сносить вдоль так называемых гостевых трасс универсиады. Всего попадает примерно 60 зданий. На это выделено полтора миллиарда рублей. Первый вопрос, который задали депутаты на комиссии, был вопрос о том, являются ли они памятниками культуры, являются ли они объектами особо охраняемыми и как к этому процессу относятся сами жители. В зависимости от того, какие мы будем получать на эту тему ответы, мы будем и дальше последовательно решать эти вопросы. Новости Афонтова уже рассказывали, что жители 40-го дома по улице Карла Маркса с решением о сносе своего дома не согласны. Они не считают, что их дом ветхий или аварийный. А вот это дом на улице Ады Лебедевой. Примерно того же времени постройки, что и на Карла Маркса. Когда-то у дома был статус исторического наследия, но его сняли. Зато теперь есть статус аварийного. Трубы текут, пол проваливается. Многие семьи живут здесь поколениями. Говорят, есть даже свой домовой. Но лучше все-таки переехать в новое жилье. Ну положительно. Только единственное, что, конечно, не хотелось бы уезжать из центра города. Мы здесь прожили уже достаточно много. И тут уже не первое поколение живет. На месте этого дома вырастет многоэтажка. Точно такая же, как и по соседству. А что вырастет на месте вот этих домов, пока неизвестно. Жители старинной двухэтажки на Вейнбаума 32 уже предупреждали о предстоящем расселении. А в соседнем, 34-м, это тот самый резной, что на углу с улицы Ленина. Вроде тоже что-то слышали от соседей. Чиновники пока не готовы сказать, какие из домов в центре города пойдут под снос, а какие будут точно реставрировать. Список еще не готов. Он в процессе обсуждения сильно зависит от поступлений из вышестоящих бюджетов. Определиться обещают к началу мая. Дмитрий Пименов, Олег Голубин, Афонтова новости. Никаких поблажек загрязнителям воздуха. Краевые парламентарии сегодня обратились в Госдуму и правительство России с просьбой не идти на уступки пронпредприятиям первой категории опасности. Ранее планировалось, что до 2018 года все компании должны установить на свои трубы автоматические средства контроля, чтобы понимать, сколько и что именно они выбрасывают в атмосферу. Но сейчас правительство хочет дать загрязнителям еще 4 года на установку анализаторов. Власти края выступают против. Компании было достаточно времени, чтобы оборудовать свои трубы. Тем более, что, по словам спикера ЗАГСобрания Александра Уса, дело это не требует больших денег. Предприятия, о которых идет речь, отнюдь не самые бедные в стране. Поэтому обращение будет касаться необходимости оставить в силе действия этого требования, с тем, чтобы у нас в Красноярском крае, во всяком случае, учитывая и неблагополучную экологическую атмосферу, а также факт приближения универсиады, закон начал работать с 2018 года. Транспортных скандалистов будут сажать в тюрьму. Накануне Совет Федерации одобрил закон об введении уголовной ответственности для дебоширов. Теперь им грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 5 лет. За дебош наказание повышается до 7 лет тюрьмы каждому участнику, если в этот момент использовались взрывчатые вещества до 8 лет. Напомню, в декабре 2015 года произошло экстренное приземление самолета в Красноярске из-за того, что нетрезвый мужчина начал буянить, грубить пассажирам и бортпроводникам. Успокоить его во время полета не удалось, и экипаж принял решение об экстренной посадке. В итоге мужчина получил трое суток ареста и штраф за мелкое хулиганство. Добавлю также, новый закон предусматривает наказание для так называемых зацеперов, которые катаются на крышах поездов и электричек. Им грозит до двух лет тюрьмы. Но пока президент не подпишет документ, он не вступит в силу. И сегодня эту тему мы предлагаем судить в прямом эфире. Как вы считаете, каким должно быть наказание за дебош в общественном транспорте? Уголовная ответственность, принудительные работы или, может быть, можно ограничиться штрафом? Звоните по телефону прямого эфира 261-62-63 и высказывайте свое мнение. В Красноярске выбрали лучшего воспитателя. Какую премию он получит, расскажем через несколько минут после рекламы. Не переключайтесь. Открылся новый склад-магазин «Бытовая техника» от «Видео-2000». Холодильники, стиральные машины, плиты, встройка, телевизоры. Гигантский выбор. Низкие цены. Бесплатная доставка. Улица Новая, 13. Строение, 4. Въезд с улицы Грунтовая. 400 метров направо от Мичуринского кольца. Включение и первый месяц бесплатно. Пакет максимальный. Сибирские сети. Растет! Вместе с телекомпанией «Афонтова» уже 25 лет. Генеральный партнер «Юбилея Афонтова». Управляющая строительная компания «Сибиряк». Вы смотрите «Новости Афонтова». Мы продолжаем рассказывать о важных и интересных событиях этого дня. Транспортных скандалистов будут сажать в тюрьму. Накануне Совет Федерации одобрил закон о введении уголовной ответственности для дебоширов. И теперь им грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 5 лет. Сейчас закон отправлен президенту на подпись. А как считаете вы? Каким должно быть наказание? Это вопрос нашего прямого эфира. Как вы считаете, уголовная ответственность, принудительная работа или может быть штраф? Звоните по телефону 261-62-63, высказывайте свое мнение. Звонки мы принимаем ваши в течение всего выпуска. И пока переходим к другим темам. Мальчик с глазами цвета неба. Вот он, голубоглазый Руслан, герой нашего проекта «Жду маму». Ему три года, он же умеет считать до 10, учит первые буквы. Сам умеет одеваться и только изредка просит помощи. Не капризничает, а если упадет и ударится, то не плачет. А еще Руслан очень ласковый и послушный. И несмотря на внимание воспитателей, ему очень хочется любви, маминой любви. Хочется узнать, что значит быть дома, просыпаться от маминого поцелуя по утрам. Он, как и все детки, ждет свою семью. Давайте посмотрим его историю. Руслан, садись, садись. Снимай сандалики, снимай носочки, шорты. Я тебе все остальное подам. Не можешь? Вот он попросит, но он никогда не заплачет. Это бывает очень редко, чтобы у нас Руслан плакал. Он в крайнем случае скажет, помогите. Там что? Ага, увидал, доставай. Доставай его. Давай. Поехали. Поехали. Это кто? А язычком щелкает. Как она щелкает? Как едет? Очень любит машины. Руль. У нас есть руль. С педалями он садится. И вот тоже как. Катать машинки любит. Где будем гонять футбол? На веранде нет. Давай на травке кидай. О! А я выше кину. Стесняется посторонних. Не сразу пойдет. Его с ним надо как-то пообщаться, разговорить. Тогда он пойдет на контакт. Дай пять. Оп. И еще? И еще? Оп. Руслану очень не хватает мамы. Ему надо, чтобы на ручках его чаще держали, обнимали, качали. Какую-то колыбельную спели. Сам очень любит жалеть младших. Ласковый мальчик. Пожалеет, подойдет. Не плачь, не плачь. Он отдаст мне свою любовь, свою вот эту как бы заботу, помощь свою. Он заботится о старших. Он будет также о родителях заботиться. Он будет любить очень, очень своих родителей. И маму, папу будет любить. Добавлю по вопросам усыновления. Руслана, обращайтесь в Центр семейных форм воспитания или звоните по телефону 258-15-33. Я напомню, что сегодня мы спрашиваем у вас, каким должно быть наказание за дебош в общественном транспорте. Телефон прямого эфира 261-62-63. И у нас есть телефонный звонок. Добрый вечер. Говорите, пожалуйста. Лариса Викторовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Я, конечно, за то, что посажали и штрафовали дебоширов. Но в первую очередь при посадке тоже они проходят осмотр и регистрацию. Как должны идти и проверять. То есть вы удивляетесь, как такой пассажир может попасть в самолет, как его проверять. Ну хорошо, а если это общественный транспорте, если это, например, автобус, троллейбус, и там дебош устраивают, тоже сажать в тюрьму? Конечно, высаживать там. Но в самолет они проходят регистрацию. Там видно же, что человек выпивший, значит, его оказывать сразу в посадке. Так же, как и в поездах. В поездах давно такое существует, что не в трездах в беде, но сразу проводник отказывает посадке. То есть вы считаете, что более бдительными должны быть службы контроля, которые проверяют пассажиров, прежде чем посадить его в поезд или в самолет. Спасибо вам за ваше мнение. Еще один телезритель к нам дозвонился. Добрый вечер. Как считаете вы, каким должно быть наказание для дебоширов в транспорте? Здравствуйте. Меня зовут Надежда Дмитриевна. Но я хочу, конечно, сказать, что как усадить их? Пусть они работают на город. То есть вы считаете, должны принудительные работы быть? Да. И штраф хороший. И бюджет пополнения денег будет. Вот это будет хорошо. А какой бы штраф вы дали дебоширу? Ну, дебоширу 1200 можно дать. 1200 штрафов. Вот такой. Где их взять и как пить? Спасибо за ваше мнение. Это был последний телефонный звонок в нашем эфире. Спасибо всем, кто принял участие в нашем телефонном опросе. В Красноярске выбрали лучшего воспитателя года. Им стала Елена Чубенец. Вот она, знакомьтесь. Педагог работает в детском саду «Журавушка» уже 4 года. Она представила в конкурсе игру, которую придумала сама. Дети, попробуй, повтори. Малышам предлагают построить что-нибудь. Например, замок или робота из абсолютно любых материалов. А после автор должен нарисовать чертеж своего творения на специальной карте. И так учить малышей можно с двух лет. Это развивает инициативность, творческую активность детей. И они могут попробовать себя в совершенно разных ролях. То есть в роли игрока. То есть могут взять карту другого ребенка и поиграть по ней. Попробовать дать обратную связь. То есть если у ребенка получилось сделать точно такой же по описанной технологии продукт, они ставят смайлик. Конкурс «Лучший воспитатель года» проводится в Красноярске с 2014 года. В этом название претендовали 100 человек. По условиям участникам нужно было написать эссе, показать мастер-класс, презентовать свои наработки, поучаствовать в круглом столе. В финал вышли четверо. Об одной из них Наталье Бауэр. Новости Афонтова рассказывали накануне. Она стала лучшей в номинации «Мастер». Елена Чубинец признали абсолютным победителем. Главный приз по условиям конкурса – 300 тысяч рублей. На что их потратить, воспитатель пока не решила. На этом наш выпуск завершен. Спасибо, что провели этот вечер вместе с нами. До свидания. И о погоде. Завтра в Красноярске будет облачно. Возможен небольшой дождь. Ночью плюс 6, днем 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 732 миллиметра ртутного столба. Вместе с телекомпанией Афонтова уже 25 лет. Генеральный партнер юбилея Афонтова. Управляющая строительная компания «Сибиряк». Где живут ваши клиенты? Все клиенты живут в квартирах города Красноярска. Курьерская служба «Зеленая почта» гарантирует доставку вашего предложения с точностью до подъезда. Только у нас вложение листовок в полезный еженедельник «Шанс». Звоните 205-2005. Звоните 205-2005. Звоните 205-2005. Празднуем вместе! Билеты во всех пунктах Центра объявлений. Подробности по телефону 261-28-28. Тебе есть что рассказать? Отправляй сообщения в Вайбер, Ватсап, Телеграм. Звони! Будь на связи с городом! Они создали первое государство в Южной Сибири. Они создали письменность, которая использовалась в дипломатической переписке. Они возвели ремесла в ранг искусства. Имя Рим. Енисейские кыргызы. О кыргызском каганате в проекте «Древняя история Сибири». Во вторник 20.05 на Афонтово. Редактор субтитров А.Семкин